Всем привет! Это канал Вивамус Либера и с вами Руслан из Лондона. Я нахожусь возле американского посольства, оно позади меня, вот если видно, в кадр попадает статуя Рональда Рейгана. А это значит, что мы прошли интервью, получили визы и мы теперь находимся в процессе сбора и по упаковке чемоданов на пути в Америку. Так что, все мои подписчики, настоящие и будущие, задавайте вопросы, все, что вам интересно, отвечу. Ну и будем держать вас в курсе происходящего. Вот. Ну что, начнем по порядку. В 2015 году захотелось мне поехать и пожить и поработать в Америке. Но встал вопрос, как это сделать, чтобы все было официально и чтобы все было легально. Вот. Имея британский паспорт на руках, я могу в Америку поехать в любой момент, но официально я там работать не могу. Вот. Соответственно, встал вопрос, как получить рабочую визу. Хм. Рабочую визу, естественно, мне никто не даст. И тогда я вспомнил о том, что есть такая штука, как лотерея Green Card. Вот. Шел пятнадцатый год. Зашел на официальный сайт лотереи Green Card. Заполнил форму участия в лотерее. И стал ждать. Вот. Дальше у нас пришел май. А все мы знаем, что в мае, тот, кто играет в лотерею, в мае становятся известны результаты розыгрыша. Вот. Я где-то посмотрел примерно где-то четвертый, пятого или шестого мая я посмотрел результат. И я выиграл. Заветное письмо, которое многие ждут. Написано, что вы были выбраны для дальнейшей процедуры прохождения, ну, всех этапов по получению Green Card. Замечательно. Да, в какой-то мере было неожиданно. Играл я первый раз. Вот. Заполнил я анкету как на себя, так и на звену, да, чтобы увеличить шансы. Если кто не знает, неважно в какой ты стране живешь, вот. Но Green Card разыгрывается по стране рождения. Вот. Так как я рожден в России, а если быть точно в Советском Союзе, то вот я как раз и играл от России. Несмотря на то, что я уже долгое время живу, являюсь подданным ее величеством. Вот. И, повторюсь, там, 6-7 числа узнал, что я выиграл. В этом письме, которое приходит после того, как ты, да, набрал свой номер, все, появилось письмо, что все, ты выиграл. Там есть ссылка, на нее кликаешь, и тебя переносят как бы на основную страницу, где и начинается весь вот этот вот процесс заполнения очередной формы. Самой основной формы, которая очень длинная, очень большая. Но ничего сложного в этой форме нет. Вот. Там просто элементарно нужно описать поэтапно, вот какой вопрос, так и отвечать. Грубо говоря, свою жизнь с момента рождения и вот практически там по сегодняшний день. Там имя, фамилия, когда родился, где родился, вот, имя мамы, папы, там, живы родители, не живы. Ну, тот, кто заполнял, тот это знает. Ничего сложного там нету в этой форме. Все элементарно, все просто. Вот. Если, я думаю, вы имеете школьное образование и умеете читать, не составит труда заполнить эту форму. Заполнили вы эту форму. И так же вы как бы заполняете на себя. И так же вы заполняете на всех членов семьи, да, которые, ну, с вами идут паровозом. Если, допустим, выиграли вы. И отправляете эту форму, ну, кликнув, да, все, форма заполнена, и кликаете. Ну, и все, и как бы форма ушла. И вы просто элементарно сидите и ждете, когда вас позовут на интервью. Интервью зависит не от того, когда вы заполняли форму. Вот. А интервью зависит от того номера, который был вам присвоен на момент выигрыша лотереи. Мой номер был 20 тысяч с хвостиком. Вот. То есть это как бы, ну, как бы написано, что говорят, и написано, что где-то разыгрывается примерно 50, может быть, 55 тысяч виз. Вот. Мой номер был 20 тысяч с хвостом. Все. Сидишь и спокойно ждешь, когда тебе придет это письмо. Не надо суетиться. Не надо писать в Кентукки офис. Почему у меня нету. Все вам придет. Вы просто сидите и ждите. Когда настанет ваша очередь. Если в вашей жизни произошли какие-то изменения, ну, может быть, вы женились, или вы развелись, или там у вас родились дети. У вас есть еще время. До определенного момента вы можете зайти на этот сайт, на котором вы заполняли эту форму, которая называется DS260, по-моему. Если я не ошибаюсь. Вот. И внести какие-то изменения, потому что, да, там тоже понимают в Америке, что, ну, жизнь человека идет своим чередом, и какие-то изменения жизнь уносит. И вам дается возможность внести эти изменения в эту анкету. Но до определенного момента. После определенного момента все, как бы, вы не сможете уже свою анкету вытащить оттуда и внести свои изменения. По прошествии определенного времени, в зависимости, опять-таки, я повторюсь, от вашего номера выигрышного, вас зовут на интервью. Вот на том сайте, на тот сайте, где вы узнали, что вы выиграли, вместо вот этого выигрышного письма, будет потом висеть письмо, так, там, congratulations, там, все дела, поздравляем. То есть вы выбраны, и мы начинаем, как бы, дальнейший этап, ну, всей процедуры. Но, хочу я заметить, когда вам приходит вот это письмо о выигрыше, там очень интересные строчки есть. Вот, то есть вас выбрали, но не, как бы, интересно так сказано, что не факт, что вам достанется виза, вот такое, как бы, такое, знаете, двоякое в это. То есть, и они так и пишут, что количество виз ограничено, и, типа, может и такое случиться, что вам не достанется. Ну, я думаю, беспокоиться, допустим, не стоит, да, тем, у кого там 25-е, 30-тысячные номера, я думаю, может быть, беспокоиться не стоит. Да, может быть, у кого номера ближе к концу, вот, там, может быть, 47 тысяч какой-то или еще какое-то, может быть, там, опять-таки, может быть, виз хватить, может быть, нет. Не знаю, почему они это пишут вот в этом письме выигрышном, но вот такой факт. После того, как вам пришло вот это письмо, что вам назначено интервью на такое-то число, а, еще момент, при том, при, когда вы заполняли вот основную эту форму, после того, как вы узнали, что вы выиграли, вам там предоставляется опция такая, где вы хотите проходить интервью. Ну, понятное дело, что человек проходит интервью по месту его проживания, вот, то есть, да, я не знаю, навряд ли так можно, что вы, допустим, живете в Москве, а интервью проходить будете в Париже, вот, ну, навряд ли такое будет, хотя, не знаю, утверждать не буду. Вот, ну, естественно, я живу в Лондоне, я выбрал, что, да, интервью будет проходить в Лондоне. И все, и вот в это письмо, которое вам придет о дате назначения интервью, будет написано, что такого-то числа вам на столько-то времени назначено интервью, ну, и написано место, где будет происходить интервью, которое вы выбрали. Да, это если Лондон, то понятно, как его, посольство американское в Лондоне. Также есть ссылка, по которой проходишь, и открывается такой PDF-файл со всеми, опять-таки, указаниями, которыми нужно просто элементарно следовать. Вот, то есть, где пройти медицинское обследование, какие клиники работают с американским посольством, вот, потому что это будет только эта клиника, никакая больше. Вот, и указаны все-все инструкции, которым нужно следовать. А вот теперь я хочу сказать очень важное. Я просто настоятельно рекомендую людям, которые играют и выигрывают в грин-карту, вот, заклинаю вас просто, не ходите и не читайте форумы. Вот, просто не ходите, не читайте. Вот, всем известный форум, это говорим про US. Вот, просто не читайте. Вот, там столько дерьма написано, столько воды налито, и большей части людей, которые там что-то пишут, вот, по грин-карте, я не буду говорить про остальные разделы этого форума, потому что они меня не интересовали. Может быть, в них и есть какая-то полезная информация для людей, которые уже приехали в США, там, я не знаю, там, по адаптации или получению каких-то других виз в США. Я не знаю, говорить не буду, но вот я буду говорить о том, какую этот сайт подает информацию людям. То есть, такая лажа там написана про интервью и про документы, про сбор этого всего, просто волосы встают дыбом. Вот, элементарно. Я когда это просто вот ради интереса почитал, единственное, что спросил, допустим, да, на этом форуме, что мне было просто интересно, если у меня номер выигрыша такой-то, то в какой месяц примерно мне ожидать интервью? Да, и мне там сказали, примерно это будет либо апрель, либо май. Где-то так, все. И я решил, думаю, дай-ка я посмотрю, что же у нас еще на этом форуме, что касаемо вот этой грин-карты. Мама дорогая, я не знаю, я большего дерьма, я больше в своей жизни нигде не читал. Ну, такое написано, ну, честное слово. Вот просто хочу дать совет человека, который прошел интервью и все дела. Не читайте этот форум. Вот раздел по грин-карте. Все и вся информация находится на официальном сайте, который занимается грин-картом. Все документы, перечень документов и так далее, все, что от вас нужно, находится на этом сайте. Ни на каких форумах, ничего вам никто не скажет. Идите на официальный сайт и следуйте по этапам. Сбор документов, список документов предоставлен. Да, может быть, от страны, где вы будете проходить интервью, зависит количество или требуемые документы. Опять-таки, когда вы будете выбирать, увидите список требуемого от вас посольством, в котором вы будете проходить интервью, там будет все четко. Вот, допустим, понятное дело, какие документы потребовались с меня. Паспорт, понятное дело. Свидетельство о рождении, это самый важный документ. Справка о несудимости. Свидетельство о браке, если вы женаты, или свидетельство о разводе, если вы в разводе. Ну, либо если вы холостой, то, естественно, ничего предоставлять не надо. Для людей, кто служил в армии, желательно предоставить военный билет и образование. Все, это я говорю на того человека, который выиграл. Вот эти вот документы нужно предоставить. Еще раз повторюсь. Паспорт, свидетельство о рождении, справка о несудимости, образование и сертификат о том, если состоите вы в браке или разведены и так далее. Вот, это я говорю на себя. Соответственно, я женатый, и поэтому вот все, что документы, то есть соответствующие документы нужны и на жену. Все, не надо городить лес, не надо какие-то непонятные, требовать справки, искать их. Вас этого никто не просит. Еще раз повторюсь, есть официальная информация на официальном сайте. С вас не будут требовать справку. Слушайте, уважаемый, а нам нужна справка, а летали ли вы в космос? Да нет такой справки, потому что ее не требует официальный сайт грин-карты. Вот просто элементарно. Все написано черным по белому. Еще раз повторюсь. Да, может быть, в зависимости от страны, требования документам могут быть разные. Но, но, вот эти требования будут указаны в списке необходимых документов. Все будет указано. Не надо задавать вопросы, а какую фотографию делать или чего. Все написано на сайте. На сайте есть валидатор фотографии. Вот. Вставляете туда свою фотографию. Размеры четко указаны. Есть небольшой такой встроенный вот этот валидатор, встроенный редактор. Вы уменьшаете, подгоняете под силуэт, который нарисован там на экране. Все четко. Нажимаете кнопочку. Если компьютер и сайт принял вашу фотографию, значит все у вас с фотографией нормально. Также есть примеры, какие фотографии можно, какие нет. Все написано. Не надо об этом спрашивать на сайтах. Не надо спрашивать, какие документы нужны. Абсолютно не надо. Вот строго идите по списку, который будет после того, который будет указан на официальном сайте. Все. Ничего не надо. И еще раз повторюсь. Не читайте вот сайты, в которых написано про гринкарту. Не читайте их. Неофициальные всякие форумы. Просто не читайте. Потому что прочтя их, вы себе только, грубо говоря, извиняюсь за выражение, насрете в голову. И, ну, мешанина получится в голове. Элементарно следуйте тому, что написано на официальном сайте. Еще один момент. На официальном сайте не сказано, что документы должны быть апостелированы. Этого нет на официальном сайте. Я говорю за себя. Не знаю, может быть, на русском варианте вот этой вот, если люди, подающие документы из России, может быть, там и нужно. Но если этого нет на официальном сайте, то этого и не должно быть. Не доверять нотариально, этого ничего не нужно. Если вы понимаете английский, или хорошо вы пришли в контору, которая занимается переводами, перевели, и все, и, допустим, переводчик... Камера отключилась. Пришли в переводческую контору, вам сделали переводы необходимых документов, и все. Расписывается переводчик, дата и его роспись. Все. Этого достаточно. Потому что, еще раз повторяюсь, на официальном сайте гринкарты нигде про это не написано, что нужно заверять нотариально. Нужно ставить апостели на все документы. Не надо этого делать. Не надо платить лишние деньги. Не надо. До. Все. Вы собрали все документы. Их абсолютно немного. Вот. Опять-таки, повторяюсь, может быть, от стране к стране они варьируются. Но с вас спросят те документы, которые будут написаны на сайте. Все. Других с вас не спросят. Теперь перейдем к медицинскому обследованию. Вот, как я уже говорил, в этом письме, которое вам придет, что ваше интервью назначено такое число, оно обычно приходит за полтора-два месяца до интервью. Будет сноска, на которую вы нажмете, и вас выкинет на сайт, как бы, где-то такая информация, вот, допустим, по медицинскому обследованию. Там есть адрес одной клиники или нескольких клиник, которые работают в городе с американским посольством. Все. Дальше написано, что принести на медицинское обследование. Ничего больше там не нужно. Вот то, что написано, вот, в этом приложении, которое вы откроете, вот это и принесите. То есть, паспорт, две фотографии и справка о несудимости с того места, где вы будете, ну, то есть, где вы на данный момент живете. Вот. Все. Больше ничего не нужно. Ну, и вот это вот письмо о том, что вас приглашают на интервью и все такое. Вот это вот. Все. Вы идете, звоните или идете, назначаете встречу с доктором, приходите в клинику и проходите обыкновенный стандартный медосмотр. Вот. Вам там померяют давление, ваше зрение посмотрят. То есть, вы будете раздеть, ну, вас попросят раздеться до пояса. Посмотрят там, может быть, чтобы у вас, да, не было никакой там чесотки или еще чего-то. Все. Потом, также в перечне вот этих документов, которые нужно взять с собой на медицинское обследование, вот это медосмотр, нужно взять список своих прививок. Вот. Постарайтесь их найти. Я думаю, они есть у каждого человека, живущего в России. То есть, с момента вашего рождения и вот, грубо говоря, да, по сегодняшний день в поликлинике вашей местной есть записи в вашем деле, в ваших карточках о медицинских прививках. Пойдете туда, выпишите их, потому что это очень важно и это вам очень-очень пригодится. Придя на медосмотр, вы отдадите им этот список этих прививок. Они посмотрят. И есть люди, которым абсолютно не нужно будет ставить ни одной прививки. Как бы все прививки, которые им были когда-либо сделаны, они, ну, подходят по времени и по стандарту с американскими прививками. Вот. Мне, допустим, не хватало четырех прививок. Ну, почему я называю четырех? Потому что было сделано два укола. То есть, был один укол от столбняка, по-моему, и второй укол был там, по-моему, какие-то три прививки было. То есть, которые должны были делаться мне в 30 лет, когда мне было. И там еще, ну, не суть в этом. Если я говорю, что у вас не хватает каких-то прививок, там врач все посмотрит и скажет, вот у вас, допустим, вот это, вот это, вот это, все нормально. О, а вот этой прививочки у вас не хватает, и ее надо сделать. Все, вам сделали прививки. Все это, естественно, будет стоить денег. Обязательно вам сделают флюорографию или X-Ray. Да, по-английски называется. И все. Для них, почему они делают X-Ray, потому что хотят посмотреть, ну, больны ли вы были когда-то туберкулезом или еще что-то. Для них это очень важно. Все, вы прошли медосмотр. Если у вас все нормально, заплатили денежку, они вам говорят, все замечательно. А, момент. То есть, медосмотр нужно назначить минимум за 5 дней до самого интервью. Вот. Ну, я прошел его где-то примерно, может быть, за 10-12 дней до самого интервью. Как раз им хватило... А, и у вас еще на медосмотре возьмут кровь на анализ на предмет сифилиса. Вот. Я спросил, для чего берется кровь, они говорят, ну, на проверку на сифилис. Все. Медосмотр закончен. Все ваши пробы, снимки. Вас послушали, постучали. Зрение даже проверяют. Не знаю, для чего, но проверяют. Это, ну, так как это было здесь, в Лондоне. Вот. И... Там вы просписываетесь, платите денежку. И они говорят, все. То есть, ваши... Все данные будут находиться в посольстве. На тот момент, когда будет проходить ваше интервью. Все. И вы уходите домой. И... Опять-таки, да, приходите домой и проверяете еще раз. Не заходя на всякие сайты непонятные. Где там народ советует непонятно что. Вот. Просто проверяйте, да, документы. Обязательно, обязательно подготовьте все документы. Посмотрите. Это заранее нужно будет сделать. Если каких-то документов у вас не хватает. Или вы потеряли. Вот как у меня получилось. Допустим, я обкинулся, а у меня нет аттестата об образовании. Вот просто нету. Нигде не могу найти. Ну, ничего страшного. Я сконтактировался с бывшими одноклассниками, которые еще живут в том месте, где я заканчивал школу. И, грубо говоря, я взял обыкновенный дубликат этого аттестата об среднем образовании. Все. Мне его сюда прислали. Я его опять-таки перевел сам. Не нужно ничего мыслить и не читать всякие форумы, где хрен поймешь, что написано. Вот. И сидишь и ждешь интервью. А теперь переходим непосредственно к самому интервью. Кому просто это интересно, я расскажу, как это происходит. По крайней мере, как это происходило у нас здесь, в Лондоне. Интервью было назначено на 12 часов по полудню. Пришли мы в посольство. На улице стоит такая палатка. Приходите туда, показываете это письмо, что вы выиграли в лотерею. Показываете письмо о том, что вам назначено интервью. И показываете свой паспорт. Секьюрити смотрит. Проверяет, что да, в списке вы значитесь на такое-то число, на такую дату. Все. Вы проходите дальше. Вы проходите через уже основную безопасность. Это как в аэропорту. То есть снимаете с себя все. Телефон, ключи, все металлические вещи выкладываете в пластиковый контейнер, часы, ремень, если есть у кого. И проходите через металлическую арку, которая стоит в аэропорту. Все. Если все нормально, надеваете ремень, чтобы штаны у вас не упали от волнения. И проходите в посольство. Заходите в посольство. Приемная, стол. Опять-таки небольшая очередь, потому что очень много народу идет. Это не все за грин-карты идут, а как правило в основном у нас здесь были английские студенты, которые, я так думаю, хотят, наверное, к лету или еще что-то получить. Какие-то, не знаю, рабочие-студенческие визы, чтобы поехать в Америку, там поработать или еще что-то. Вот. Буквально эта очередь там 3-4 человека. Подходишь, опять протягиваешь эти письма, которые ты распечатал. Женщине она забивает там что-то в компьютер. Вам выезжает номерок, там с бар-кодом, все такое. Все, допустим, ваш номер там в 532. И проходишь в зал ожидания. Огромный большой зал, где очень-очень много кресел. По правую сторону находятся окошки. Там с первого по... У нас был, по-моему, здесь с первого по 12-й или с первого по 10-й. И указатель написан, и окошки с 10-го по 15-й находятся так за углом. Все, сидишь, ждешь, большой телевизор. И там идет вызов вашего номерка, который вам дала женщина на ресепшене. Ну, сидишь, ждешь. Мы, наверное, подождали, ну, может быть, минут 20-25. Вылез наш номер, и показано, какое окошко. Все. Встали, пошли к окошку. В этом окошке сидит женщина и принимает у вас документы. Ничего страшного. Не надо, опять-таки, читать сайты. Как вести себя, куда смотреть, как руки... Да ничего не надо, просто будьте собой. Эта женщина, она вас еще не интервьюирует. Она просто собирает у вас документы. И вот строго, прям по списку, который был написан на официальном сайте, она вас спрашивает. Так, дайте мне ваши паспорта. Бум-бум. Дал им паспорта. Дальше она идет, допустим, по списку, там, что в списке стояло. Свидетельство о рождении. Мое. Жены. Копии. Пожалуйста. Справка о несудимости. Моя жены с Лондона. Моя с России. И жены тоже. И копии. Дали. Дальше она идет. А образование. Аттестат об образовании. Там еще какие у вас аттестаты есть. Дает. Я только хотел давать бумаги об образовании жены. Она говорит, нет, ее не надо. Только ваши. Пожалуйста. Опять. Аттестаты. Копии. Пожалуйста. Следующее. Свидетельство о браке. То есть, вот оно, само свидетельство. И нужно две копии. Как бы на меня и на нее. Ну, такое правило. Все дал. Дальше она говорит. В армии служили? Нет. Она там галочку поставила. И когда она у вас принимает документы. Она все это что-то там заносит в компьютер. Ну, наверное, просто чек делает, что. Ага. Подан, 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 подан документ. И еще у нас спросили. Ну, типа, финансовое состояние ваше. Все. Я просто распечатку из банка дал. Все. Больше у нас. Никаких. Документов. Не спрашивали. Не спрашивали абсолютно строго по списку, как было написано на официальном сайте. Все. Она приняла документы все. И говорит. Вот соседнее окошко перейдите и нужно оплатить. Такую-то сумму. Мы с соседнее окошко прошли. Я дал карточку. Все. Оплата произошла. И опять. Идешь. И она говорит. Все. Идите и ждите. Вас вызовут. И опять сидишь в этом большом зале ожидания. И ждешь. Вот. Непосредственно. Уже интервью. Опять мы просидели не так долго. Просидели где-то опять-таки может быть минут 15-20. Опять загорелся на большом экране наш номер. Окошко такое-то. Все. Мы пришли. Не надо не садиться. Ничего. Просто такое же окошко, где мы подавали документы. Мы подавали в 13-м. Интервью было в 15-м. Вот. Просто вот мы стоим. Как вы, я не знаю, покупаете билеты на вокзале или еще что-то. Вот такое вот. Приходит. О, здрасте, здрасте. Все. Она. У ней уже наше дело. Все данные. Компьютер. Она смотрит и она задает вопрос. Когда вы познакомились? Ну, сказали, да, вот мы познакомились тогда-то. Там, допустим. Ну, если хотите, добавить при таких-то обстоятельствах. Вот. Все. Хорошо. Следующий ее вопрос был. Когда вы познакомились, это был первый вопрос. Следующий вопрос был. Есть ли у вас родственники в Америке? Я сказал нет. У меня там есть друзья. Все. Дальше она спрашивает. А для чего вы едете в Америку и чем вы там собираетесь заниматься? Все. Вы объясняете. Для чего вы туда едете? Ну, вот. Не надо ничего выдумывать. Не надо ничего. Я просто сказал. Еду просто жить. Работать. Хочу купить дом себе, допустим, там. Семья и так далее. Все. Она улыбается. Женщина. Не смотрит на тебя какими-то пытливыми глазами. И спрашивает какие-то каверзные вопросы. Все замечательно. Она опять это все помечает там в компьютере. И когда мы отдавали документы той женщине в предыдущем окошке, она спросила нас, а когда вы планируете ехать в США? Я говорю, ну как только все будет готово по документам, мы в принципе сразу и поедем. Ага, все, видаться, она там тоже галочку поставила. Все. И вот в интервью было, еще раз повторю, задано вопрос. Когда вы познакомились? Есть ли у вас родственники в Америке? И для чего и чем вы будете заниматься? Для чего вы едете в Америку? Все. Больше никаких вопросов задано не было. Потому что опять хочу сказать, почитав вот эти всякие сайты, одно только название. Подготовка к интервью. Подготовка в космос космонавтов бывает, но никак не на интервью. Какое интервью вас будут спрашивать вопросы, касаемые вашей личной жизни и те вопросы, которые вы заполнили вот в этой анкете после того, как вы узнали о своем выигрыше. Ничего экстра вас спрашивать не буду. Вас она не спросит, а не могли бы вы мне процитировать третью главу Войны и Мира? Да не спросит она вас такое. Она спросит то, что касаемо вашей жизни. Да, какой-то такой может быть сторонний вопрос. Вот как она спросила, а как вы познакомились? Как бы такой, да? В этой анкете нет этого вопроса. Ну вот она просто задала. Но на сайтах как подготовиться к интервью? Да ничего не надо готовиться. Вы все про себя и сами знаете. И в основном разговор на интервью ведется с человеком, который выиграл. Вот. Тот человек или тот член семьи, который идет с вами с прицепом, с ним в принципе никто не разговаривает. Вот. Я так понял, человек этот может быть неграмотный. Он может быть и читать, и писать не уметь. Их это не интересует. Главное, чтобы этот человек не был судим. Все. И был здоров. Все. Элементарно. Вот. Все. Это женщина интервью. А мять там что-то чик-чик-чик-чик-чик-чик. И она прям тут же моментально сразу. Все. Congratulations. Поздравляю. Ваша виза была одобрена. Все. Вы получите свою визу в течение 17 дней. Вот. Еще момент чуть не забыл. Когда вы узнали, когда вам назначено интервью, и когда вы перейдете по ссылке, я говорю, откроется такая еще одна страница интернетовская. И там будет, ну я говорю, вот по пунктам просто, что вам нужно сделать до того, как у вас будет интервью. И один из первых пунктов будет зарегистрироваться для доставки вашего паспорта. Если все пройдет нормально, куда вам его доставить? Домой? На работу? Либо прийти в офис этой фирмы курьерской и доставить? Я выбрал курьерской фирмы доставить, потому что это бесплатно. И, как оказалось, эта фирма находится буквально в 15-20 минут езды от моего дома. И все. Все. Нам сказали, что ваша виза одобрена. В течение 17 дней вам придут ваши паспорта на тот адрес, куда вы заказали все. После этого у нас интервью состоялось 12 апреля. И 20-го мне уже пришло сообщение, что мы отправили ваши паспорта. А 19-го мне пришло сообщение на e-mail. И уже 20-го написано, что, в принципе, вы можете прийти и забрать ваши паспорта. Приходишь, получаешь конверт, в котором лежит два конверта, которые нельзя ни при каких условиях открывать. И ваши паспорта с визами. И все. Больше ничего не нужно выдумывать. И не читать всякие сайты. И еще один момент, что я хочу сказать. Запомните, интервью проводится не для того, чтобы вас отсеять или вставить вам палки в колеса. Абсолютно нет. Интервью проводится просто элементарно, чтобы посмотреть вам в глаза, посмотреть адекватные вы люди. И все. Абсолютно ничего. У них нет какой-то задачи вас там не пустить или вам отказать. Абсолютно нет. Не надо себя накручивать. После того, как вы почитали вот эти вот сайты, там чуть ли не цербер сидит за окошком. И любое ваше движение будет расцениваться как что-то непонятное. И поэтому вам могут отказать. Глупость все это. Глупость. Вот. Не читайте эти все форумы. Потому что вы себя накрутите. Я понимаю, каждый человек, он немножко будет нервничать. Все-таки такой, да, важный шаг. Человек очень долго ждал. Кто-то со второго, с третьего, кто-то с пятого раза выиграл лотерею. Вот. И, ну, определенная нервозность существует. Я все понимаю. Мы все люди. Вот. Но не надо читать эти сайты. Вот просто настоятельно рекомендую. Просто следуйте информации на официальном сайте по грин-карте. Все. Там все написано. Я проходил интервью на английском языке. Вот. Кому это неудобно, вы можете пригласить переводчика. Ну, я думаю, не знаю, в России, наверное, интервью проходит на русском языке. Я не уверен, потому что я там не проходил. Поэтому, ну, все равно. У нас даже написано здесь. Если вы внуждаетесь в переводчике, вы скажите, и вам переводчик будет предоставлен. Все. Все спокойно. Все без всякой нервозности. Без всяких каких-то лишних документов. Без всяких апостелей. Без всяких заверенных переводов. Ничего этого не нужно. Вот просто ничего. Потому что, когда я почитал вот эти вот формы ради интереса, я просто, вот по-русски просто офигел. Сколько дерьма и сколько лишней информации там написано. Вот просто волосы стоят дыбом. И вот так начинаешь какие-нибудь, да, чувствительных людей понимать. Человек начитается. Ой, блин. А я не сделал вот эту справку. А вот это. А вдруг они спросят это. Да не спросят они вас ничего. Они спросят только то, что написано на официальном сайте в списке и перечне документов. Все. С вами был канал Вивамус Либера. Меня зовут Руслан. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Следите за движением. У меня сейчас идет процесс запаковки, перепаковки чемоданов. Транспортировка собаки из Лондона в Америку. Так что следите за движением. Будет интересно. Буду держать вас в курсе всего происходящего. Берегите себя. До встречи. Всем пока-пока. И удачи.